Здравствуйте! В эфире город ТЭС и Татьяна Дмитриева. Каким был Куйбышев во время войны и как новые технологии могут повысить интерес к истории? Об этом будем говорить сегодня в нашей студии руководитель проекта виртуального музея Куйбышев «Запасная столица» Виталий Добросин и доктор исторических наук профессор Александр Репенецкий. Если в вашей семье есть истории и документы, связанные с проживанием в Куйбышеве военного времени, звоните по телефону 202-11-22, а также задавайте ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте, Виталий Аркадьевич и Александр Иванович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вообще родилась идея этого проекта? Это был заказ общества, так скажем, или власти? Дело в том, что я возглавляю проект «Самарские судьбы». «Самарские судьбы» — проект в определенной степени образовательный, и мне всегда было интересно все, что связано с историей. И с учетом моего педагогического, филологического образования, и с учетом того, что Самара действительно уникальный город по своей истории, по людям, которые творили эту историю. И самый значимый, самый статусный момент, который был у Самары Куйбышева, и я думаю, что профессор Александр Иванович Ряпенецкий не будет с этим спорить, вот самого высокого статуса наш город добился именно в 1941 году. Никогда, ни до, и может быть уже после, никогда не будет такого статуса, когда весь мир смотрел на этот город. Потому что здесь было советское правительство, здесь были иностранные посольства, здесь были крупнейшие оборонные предприятия, здесь были самые знаменитые советские деятели культуры. Ведь так? Конечно, да. И поэтому вот рассказать об этом, но рассказать в современной форме, рассказать так, чтобы было интересно молодежи, чтобы было интересно, так сказать, сегодня продвинутым людям. Поэтому и придуман был проект, который я для себя называю «Путешествие в Куйбышев 1941 года». Александр Иванович, а вы как подключились к этому проекту? На какой стадии, так скажем? Подключился благодаря Виталию Аркадьевичу, который меня пригласил в этот проект, рассказал мне о проекте, идея меня чрезвычайно заинтересовала. Я могу вот так вот с уверенностью сказать, что таких проектов больше нет. Это единственный, ну и пока неповторимый проект. И поэтому раздумью, принимать участие, не принимать, у меня не было. Главное, вот была задача, чтобы все получилось. Дело в том, что весной 2014 года я, как советник главы города, тогда Дмитрий Игоревич Азаров, присутствовал на совещании, где фактически на совещании уже обсуждались вопросы, связанные с предстоящим празднованием 70-летия Великой Победы. И обсуждались разные формы. И, в общем-то... Вот идея сама виртуального музея как к вам пришла? Фактически это родилось как совместная идея, потому что что-то было на этом совещании сказано Дмитрием Игоревичем Азаровым. Что-то на этом совещании было сказано его первым заместителем, Виктором Владиславовичем Кудряшовым. Самое главное, они обратились ко мне, потому что я присутствовал на совещании, у них как бы очень есть положительное отношение к проекту «Самарские судьбы». И сказали, вот давайте мы «Самарские судьбы» попросим сделать что-то такое, что было бы всем интересно и одновременно и познавательно, и образовательно, и культурно, и просветительно, и так далее, и так далее. И после этого совещания, которые сказали, а мы даже, так сказать, поддержим. Вот мы поддержим, и морально, если получится материально, но самое главное, поддержим такой проект. И вот мы начали думать, как это реализовать, потому что нужно было и команду сформировать, и придумать, что это будет. И вот так родилась идея необычной 3D-карты. 3D-карты Куйбышева 1941 года. Да уже 3D-карты? То есть карта, которая фактически ты оказываешься на улицах Куйбышева. Ты можешь путешествовать по этим улицам, ты можешь заходить в здание, и там, где Александр Иванович проводит видеоэкскурсии, и на площади Куйбышева, и там, где находились посольства, и там, где находился бункер Сталина, и там, где находились, так сказать, культурные учреждения, там, начиная с Большого театра и так далее, там, где Шостакович впервые была исполнена Седьмая симфония Шостаковича, там, где в гостиницах жили иностранные журналисты, и там, американские и японские дрались между собой в тот день, когда случилась ситуация с Перл-Харбором. То есть Александр Иванович это все рассказывает, причем рассказывается очень интересно. А как вы рассказываете Александру Ивановичу? Как вы проводите экскурсии? Вот я сейчас услышала, там Александр Иванович проводит экскурсии. Это что значит? На месте. На месте. Это как выглядит? Объект. Ну, допустим, ну, что возьмем, английское посольство, например, да? Это, мы его знаем как бывший дворец пионеров, сейчас дворец там творчества, и вот около этого здания я рассказываю о том, что было здесь. Ну, это виртуальная экскурсия, получается? Да, это мы смотрим на сайте, любой может человек на сайте. Даже вот представить сложно, нужно обязательно зайти и посмотреть, как все это выглядит. На сайте, на сайте, вот эти все точки, таких точек очень много, вот этот дом, где жила семья Сталина. То есть ты кликаешь на сайте вот на эту точку, и появляются и Александр Иванович, и там хроника, и кино, и документы, и фотографии, и рассказывают о том, что было связано вот с этим событием. И с этим местом, с этим местом. А там флажок. Ага, понятно. А как вы выглядите? Вы реально в том виде виртуальном? Как вы выглядите? Как вы экскурсии проводите? А это видеосъемка. Да. А, видеосъемка, понятно. Совершенно новая какая-то идея. Я хочу пояснить. Это уникальный проект. Когда мы формировали команду, когда мы формировали команду, для меня, конечно, одним из важнейших моментов было, так сказать, вот было участие Александра Ивановича Черепенецкого. Я приехал к нему, приехал к нему в кабинет, мы приехали с Сашей Игнашовым, нашим заместителем главного редактора, и я, вот, Александру Ивановичу, коротко рассказав, в чем заключается проект, и зная, что Александр Иванович, в отличие от некоторых других деятелей культуры и педагогов, которые активно сотрудничают со СМИ, то Александр Иванович обычно в тени, и он не очень активно со СМИ, как бы. У нас была такая интересная оговорка, сотрудничают от СМИ. Но дело в том, что именно Александр Иванович Черепенецкий фактически основные все свои научные работы, все монографии посвятил Куйбышеву времен войны. Да, да. Вы, как бы, навсегда войдете в историю, потому что пройдет там год, а вас будут смотреть на всех этих точках много-много года. Да, действительно, Виталий, я все говорил, но тут вот так вот у нас. Вы знаете, что к нам поступают уже первые реплики от телезрителей, продолжайте звонить, задавать вопросы 202-11-22. Лев Владимирович Григорьев, я хочу сказать вам спасибо за ваш проект «Самарские судьбы». Прошу вас продолжать его, он действительно интересен людям. А я, в свою очередь, хочу спросить, от «Самарских судьб» вот в новом проекте есть что-то или нет? Вот вы так сказали, что вот у меня есть проект, и вот новый, а все-таки что-то взяли? Дело в том, что этот проект, конечно, автономный, автономный проект, который создавался, осуществлялся при поддержке администрации города. И я готов это говорить, и я сегодня буду говорить о том, как Виктор Иславович Кудряшов прям с первого дня, с первого дня, вот курировал этот проект, проводил совещание там каждый месяц. Как развивается проект, какие-то проблемы, потому что поначалу как-то он не очень активно развивался, нужна была поддержка. И здесь я хочу сказать, что вот его помощь, конечно, очень большой роль сыграла. Нам повезло, опять же, ну, это наша работа, мы нашли очень талантливых ребят из фирмы «Лаборатория интернет», ребята, которые сумели создать эту карту. Эту карту, потому что она действительно как живая, и ты действительно вот на эти здания, на эти вот, которые выглядят кубиками, игрушечными, так интересно сверху с высоты птичьего полета смотреть. Нам повезло, что подключился областной госархив, и Галина Валентиновна Галыгина нашла и дала нам карту Куйбышева 42-го года. Надо сказать, что в это время город был закрыт. И, конечно, найти эту секретную карту, потому что она стала основой для того, чтобы это все нарисовать. Это же все рисовалось на компьютере, это должно было быть все вот объемное, живое, выпуклое. А здания совсем по-другому выглядели, улицы немножко по-другому были расположены. И здание того же драмтеатра было не такое красное, там, пряничное, как сегодня, а оно было с серой крышей, и вообще были белые, ну, серые, такие светло-серые бежевые стены. То есть вот все это совсем было по-другому, а придумать этот город, а оказаться, чтобы он был и одновременно и уютным, и кроме того, надо не забывать, что это военный город. Поэтому не надо из этого делать какой-то сказочный, извините, изумрудный город, это должен быть военный город. Все это, ребята, опять же, из лаборатории интернет совместно с нами, все это было сделано, и я, конечно, очень благодарен. Александр Иванович, а остались еще белые пятна в Куйбышеве военных лет? Конечно. Вот вы как историк, какие это пятна? Потому что все знаковые события мы знаем, да, вот сейчас вот Виталий Аркадьевич перечислил. Вы знаете, вроде бы с одной стороны мы знаем знаковые события, с другой стороны, можно сказать, что мы их не знаем. Парад 7 ноября, все знают, да, проходил, и только сейчас вот появляются документы, в частности, открыт фонд Молотова в Совнаркоме, который нам показывает вот все это значение парада, как он готовился и какую он роль сыграл в том, чтобы и Япония, и Турция умерили свои амбиции и не вступали в войну. Это уникальное совершенно событие, и вот в проекте Куйбышев 1941 года это как раз вот тоже все отражено. Еще один вопрос, почему именно Куйбышев стал столицей? Ну это, наверное, самый главный вопрос, который многие задают. Да, и это центральная часть России по Волжье. Еще, может быть, одна проблема, ведь посмотрите, у нас в Куйбышеве самый большой лагерь для заключенных на европейской части страны. Ни один город это не имел. Именно в этот город переселяется столица. То есть вот тоже, как это все совмещалось. Что думали наши руководители, когда решали этот вопрос? И о безымян лагере тоже как раз есть такая виртуальная экскурсия, и мы показываем единственное здание, которое сохранилось вот от этого громаднейшего лагеря на безымян. Я хочу тут одну фразу добавить. Дело в том, что нам очень хотелось. У нас же в основном на карте прежде всего историческая часть города. Нам очень хотелось сделать карту безымян лага. Ни одной карты сегодня в архивах не сохранилось. Нету карт. Они были уничтожены, а может их не существовало. Но сохранились уникальные съемки, которые сделаны были немецкими разведчиками с самолета, которые были сделаны карта всего безымян лага, снятая с самолета. И вот из этих отдельных карт наши ребята составили как бы вот единую карту с бараками, со всеми там, так сказать, учреждениями, со всеми зданиями, сооружениями. И фактически там на нашем сайте две карты. Одна карта вот исторической части города, а другая, как вот такое приложение необычное, это карта безымян лага. И поэтому вот карта, которая на самом деле фактически создавалась, но опять же и нашими программистами, но, конечно, все согласуя с Александром Ивановичем, мне кажется, это один из таких ярких моментов этого проекта. Но я хочу сказать, что ваш проект уже активно обсуждает в интернете, я сегодня посмотрела отклики и комментарии. Вот как раз один из них. Жалко, что на карте в реале только центр, который и так неплохо известен, а вот безымян лаг не раскрыт. Как? Вы согласны? Может быть, они не дошли по карте. То есть можно еще и не дойти? Да, вот может быть так, но про безымян лаг большой сюжет на карте. Хорошо. Следующий телезритель. Ну, дело в том, что я вам скажу пример один. Я вошел на один сайт, который часто посещаю и достаточно люблю, и там был отзыв на наш проект, ну, как в новостной ленте. И там написано было журналистам, что вот интересный проект, жалко, что там нет ни слова о безымян лаге. Вот. И я не выдержал, я позвонил этому журналисту и говорю, вы зайдите на сайт, там отдельные карты, мы считали своим достижением. Ну, значит, просто не дошли. Отдельные карты о безымян лаге. Александр Иванович проводит четыре экскурсии. Четыре экскурсии на разных местах, где авиационный завод, ТЭЦ, где памятник ИЛ-2, сегодняшний, там на этом месте, где памятник Ольге Санфировой, на этом месте. То есть там четыре точки и четыре видеоэкскурсии как раз на месте безымян лага. Поэтому он после этого позвонил, он позвонил, извинился и сказал, я нашел, я просто не вошел сразу. Ну, вот видите. Я тоже думаю, что и это. Ирина, наша телезрительница, спрашивает, как посмотреть карту Самары, про которую вы только что говорили? Значит, этот сайт очень легко запоминается, домен 3w samara1941.ru, то есть samara1941. Поэтому просто набрать в поисковой строке, да, samara1941, и тебе откроется этот сайт. И все, вы увидите. Еще одно место, такое тайно, которое мы все знаем, это бункер Сталина, это как раз тоже время войны, Великой Отечественной. Скажите, пожалуйста, исследования продолжаются, вот в связи с какими-то разгадываниями этих тайн, и я хочу узнать о судьбе тех метростроевцев, которых прислали из Москвы. Их было, по-моему, там несколько сотен человек. Вот их, они уехали обратно. Вот вы как-то связывались с ними, с детьми, может быть, с тех метростроевцев, чтобы восполнить картину, потому что, как я посмотрела документальный фильм про Ильдара Рязанова ваш, он как раз говорил, что были метростроевцы, и никто о ней знал, что роют вот этот бункер из местных жителей, которые рядом там жили. Вообще, уникальное, абсолютно уникальное строение, 34 метра в глубину, это надо было ведь вырать, и действительно, никто абсолютно не знал. Метростроевцы благополучно все вернулись домой, и вот у нас есть такие спекуляции, что их расстреляли. Это совершенно неверно. На настоящее время жив один из строителей, ему уже за 90 лет, но с ним пытались, так скажем, у него выведать какие-то тайны. Но этот человек старой закалки, он очень четко сказал, я давал подписку о неразглашении, и ничего говорить не буду. Неспосредственно документы о строительстве, они до сих пор не открыты, то есть нам очень сложно вот, в всяком случае, имена, вот фамилии этого пока у нас нет. Понятно, я просто, извините, хочу в свою очередь сказать, что я переписываюсь сегодня с человеком, с сыном вот этого строителя, одного из строителей, который таким юношеским, мальчишеским взором оценивал всю эту ситуацию, и там есть элементы быта, как они жили, то есть вот он может предоставить какие-то документы, если они вам потребуются. И я в свою очередь хочу спросить, чем вот этот проект связан с Самарой сегодня? Есть ли вот эта связь? Или это вот мы уходим в прошлое? Заходим в этот проект и уходим в прошлое? Вы знаете, на самом сайте есть раздел, который называется «Самара сегодня». А, ну вот. Дело в том, что вот, когда мы этот проект создавали, ну, есть такое понятие, да, по-станиславскому сверхзадача, да, вот, конечно же, мы не просто хотели увлечь, развлечь, сделать интересным вот это времяпрепровождение, причем интересным не только для самарцев. Я очень рад, и вот отклик, который я получаю, это отклики со всего мира. То есть со всего мира, и людям нравится, людям интересно узнавать о Самаре, и узнавать о военном времени в Куйбышеве. Вот. Дело в том, что главная задача была все-таки показать, какой подвиг совершил наш город, который взял на себя роль столицы Советского Союза. Ведь в документе, который был подписан 15 октября 1941 года справками Сталина красным карандашом, там фактически написано перевести столицу СССР в город Куйбышев. Там так написано, столицу СССР в Куйбышев. И наш город справился. Вы знаете, когда вот в 60-е, в 70-е, в 80-е годы присваивали городам нашего Советского Союза звание городов-героев, мне было очень обидно, что Куйбышеву не присваивали. Мне это было страшно обидно. Не потому, что вот я как бы самарец, да, куйбышевец, а потому, что если взять вклад Куйбышева, взять роль Куйбышева во время войны, это уникальная роль, это сложнейшая, важнейшая роль. И при этом наш город не называется городом-героев, который фактически был столицей, запасной столицей в течение 1941-1942 годов. Поэтому важно вот этим проектом и рассказать о том, о героизме наших людей, куйбышевцев во время войны и одновременно воспитать у молодежи вот уважение, уважение к подвигу нашего народа во время войны, потому что, наверное, это вот самое главное. И поэтому не случайно мы в Самаре сегодня, там есть такая новостная лента, где каждый день обновляются новости, рассказывающие о работе школьных музеев города Самары, а у нас их более 80, причем музеев боевой славы, по-моему, 39, о работе центров военно-патриотической работы. Может быть, я говорю какие-то такие бюрократические эти слова, но на самом деле ребята настолько вот занимаются уникальной поисковой работой, настолько им это важно, интересно, настолько это замечательные дети. Я уже в нескольких школах, Александр Иванович уже в нескольких школах проводили мы встречи, и мы видели, как у ребят глаза горят, чтобы рассказать, найти тайны какие-то, и вот рассказать об этом, так сказать, уникальном подвиге людей. Хочу прочитать сообщение от Кирилла. Посетители вашего сайта могут как-то помочь дополнить информацию, рассказать какие-то истории своих предков. О своем девушке, например, дедушке, например, я хотела бы рассказать, он воевал. У нас там есть раздел «Моя история», где можно каждому самостоятельно, как говорится, туда и разместить и фотографии времен войны, и разместить документы, и разместить воспоминания и родственников своих, и дедушки, и прадедушки, и бабушки, и так далее. Поэтому это отдельные разделы, там очень много справочных еще разделов. Там есть и уникальные фотогалереи, более 100 фотографий Куйбышева времен как раз 41-го года. Есть и биография, раздел, где биография знаменитых людей, связанных с Куйбышевым этого времени. Есть раздел «Документальное кино», где можно посмотреть и парад, как он проходил в Куйбышеве 7 ноября 41-го года, и так далее, и так далее. Поэтому и Кириллу, и всем остальным можно совершенно спокойно там размещать свои уникальные воспоминания. Александр Иванович, а реальность вот этих историй вы будете проверять, ну, смотреть, насколько они реальны? Потому что, знаете, может кто-то вообще художественно-творчеством заняться и написать какую-то историю. Ну, это сложно, конечно, проверить воспоминания. То есть вы будете доверять? Вряд ли кто-то будет спекулировать на вот этой памяти. Понятно. Вы уже сказали, что вы проводили презентации своего проекта в школах, да, в наших. У нас есть сюжет. Я предлагаю нашим телезрителям его посмотреть, но затем мы продолжим разговор. Какой была Самара в 1941 году? Как проходил парад и как куйбышевцев провожали на фронт? Теперь самарские школьники могут воочию увидеть знаковый момент истории своего города. В интерактивном музее Куйбышев «Запасная столица» можно подробно узнать о боевом подвиге наших предков. Здесь отображены все памятные места города. На сайте можно посмотреть 20 документальных фильмов и полсотни видеоэкскурсий. Школьники признаются, изучать историю Самары онлайн намного интереснее, чем по учебникам. Современное поколение у нас в интернете, всемирной паутине. И мне кажется, это намного интереснее и больше шансов предоставлять интерактивный вариант, видео, кинохроники. И некоторым будет проще посмотреть видео, чем, допустим, взять учебник и начать читать. Ну и не все как-то покупают книги, им не просто легче в интернете как-то все это найти дома. Посетители виртуального музея могут совершить путешествия во времени, пройтись по улицам Самары 1941 года, даже зайти в дома, а также посмотреть, как проходил парад в Куйбышеве. Можно, конечно, говорить всякими пафосными фразами о великом подвиге куйбышевцев в год до Великой Отечественной войны. И в итоге ничего не остается ни в памяти, ни в душе. А можно с учетом возраста подходить именно с учетом возраста и делать все в игровой манере. Сделать свой вклад в историю Самары может каждый. В разделе «Моя история» можно оставить рассказ о своих бабушках и дедушках, которые были участниками войны. То есть этот проект можно назвать патриотическим, если я правильно поняла. У вас есть, и эта тема такая сегодня неоднозначная, у вас есть свое представление о том, как можно прививать любовь к родине не только детям, подросткам, молодым людям, но и всем жителям нашей страны? Дело в том, что сегодняшняя молодежь, она достаточно сложная. Можно говорить, что улучшил ее или ухудшил интернет, но интернет повлиял. Интернет, социальные сети повлиял. Телефоны мобильные, все эти мобильные приложения повлияли на сегодняшнюю молодежь. И поэтому для того, чтобы она услышала, разговаривать надо с ней на ее языке. На ее языке. И поэтому все эти пафосные речи и попытки старинными методами, так сказать, достучаться до нее, они обречены на неудачу. Я думаю, что Александр Иванович как педагог может быть лучше представлен. Да, конечно. Вот я полностью согласен с Виталием Аркадьевичем. И когда мы говорим о патриотизме, ведь патриотизм рождается не только из сердца, но и из знания, и знания о своем городе, знания вот о тех улицах, о тех домах, где они проходят. Это, конечно, тоже очень важно для формирования патриотизма. И вот я хочу вернуться к той мысли, с которой Виталий Аркадьевич начал, что история Самары, Куйбышева, она в этот период совершенно уникальна. Но вы представьте, накануне войны 390 тысяч населению города. 28 октября 1941 года стат управления отчитывается 700 тысяч. И все размещены, все накормлены. Ну, понятно, стесненные условия, понятно, там пайки. Но ведь всех разместили, всех накормили. Какой бы город вот это выдержал? Наверное, ни один город это не выдержал. И вот знание этого, гордость за свой город, это, конечно, одна из ступеней формирования патриотизма. И я как раз по поводу патриотизма, я очень рад, что вот с конца прошлого года у нас идет вот полное взаимодействие с департаментом образования города Самары, с руководителем департамента Лилии Викторовны Галузиной, которая вот с первого дня, она вот как-то так, ну, я не знаю, положительно отнеслась к этому проекту. И делает все, чтобы этот проект максимально стал известен, узнаваем в школах города. Поэтому постоянно проходят встречи, постоянно проходят обсуждения, постоянно проходят презентации. И не случайно этот проект будет продолжаться, опять же, при поддержке департамента образования. То есть мы предполагаем, что в качестве дополнения на этом сайте появится необычная карта современной Самары с точками, с интерактивными точками вот этих самых школьных музеев боевой славы, центров военно-патриотической работы. И ребята смогут там представлять свои и достижения, и открытия, и поиски, и так далее, и так далее. — Александр Иванович, вы профессионально погружены в эту тему. Куйбышев, запасная столица. Скажите, вот изучая всю эту историю, факты, жизненные, может быть, истории, что вас особенно поразило? Вот какой факт? Потому что у вас очень много информации. Ну вот хотелось бы... Вы знаете, но фактов очень много, которые действительно поражают. Это самоотверженность, это подвиг людей, которые, ну, можно сказать, может быть, громкие слова, но действительно все отдавали вот ради победы, ради того, чтобы мы выстояли, мы победили. Ну и, наверное, факт, но я его уже вот приводил, это Попков, он был генерал, руководил авиационным полком, он приезжает в Куйбышев, чтобы получать самолеты, едет на авиационный завод, его у ворот встречает женщина, которую не пускают на завод, и она его просит, вот у меня сын, ему 13 лет, он работает на этом заводе, и в третий сутки не приходит домой, узнайте. Он в своих воспоминаниях пишет, что после того, как он получил самолет, он пошел в этот цех, который она называла, нашел этого мальчишку, он стоял и работал на станке, и стоял весь мокрый. Он спросил у мастера, а почему он мокрый? Он говорит, а я его периодически водой поливаю, чтобы не уснуть. Вот 13-летний мальчишка, и вот я думаю, что... Да, действительно, мужчин заменили подростки. Да, современные молодежь, мы должны знать об этом. Виталий Аркадьевич, не могу и вас не спросить, вы профессионально занимаетесь документалистикой. Документалистика как-то представлена в этом проекте, и те же жизненные истории. Есть? Истории самые разные, но вот вы спросили, Александр Иванович, что вот потрясло. Меня потрясает телеграмма, которую прислал Сталин, руководителю, двум директорам авиационных заводов. Дело в том, что в то время, в 41-м году, в октябре, заводы выпускали примерно по одному Ил-2 штурмовику. И в телеграмме говорится, если вы и дальше собираетесь выпускать по одному штурмовику в день, то это насмешка над народом, это издевательство, и вас постигнет суровая кара народа. И надо сказать, что эта телеграмма настолько возымела силу сталинская, что в кратчайший срок был изменен алгоритм, логистика. Они там начали жить и ночевать, я имею в виду те, кто работали на этих заводах, и в 3-4 раза, уже через месяц, в 3-4 раза выросло производство самолетов. За месяц, да? Представляете? Это было важно, это была жестокая телеграмма, жесткая, но, наверное, по-другому добиться результата было нельзя. Меня вот этот факт очень, так сказать, впечатлил. Но вот эти трудовые подвиги, они были оценены, оценивались в то время или нет? Ну да, они, безусловно, оценивались. Из тех возможностей, которые были в то время у руководства, как-то пытались и поддержать пайками, и выдать какие-то лишние ордера на получение одежды. Ну, главный все равно был моральный стимул. Материальный, ну, вот воспоминания есть одного стахановца. Извините, мы уже не успеем, потому что это можно все, наверное, найти на сайте. Спасибо огромное за то, что пришли, рассказали о вашем проекте. Удачи ему в продолжении, тем более, что вот реплики телезрителей свидетельствуют о том, что он нужен нам. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова